Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать грустную мелодию пианино в FL Studio. Предыдущий, похоже, ролик вам очень понравился, и поэтому я решил делать продолжение тематики. В этом ролике я покажу вам особенности, которые помогут вам всегда прописывать эмоциональные мелодии, а в конце я, и не только, буду накидывать драмку, то есть завершим тем, что сделаем бит. Если вам ролик понравится, то поддержите меня подпиской и лайком. А меня зовут Елизар. Погнали! Итак, мелодия у нас будет состоять из четырех инструментов. И, конечно же, самый живой и эмоциональный инструмент – это пианино. Но это не обычная пианино, а софт-пиано. Вот так она звучит, это лапс. Это будет наш первый инструмент. BPM у нас 125, что ниже среднего, потому что грустные мелодии должны быть, ну, помедленней. Итак, первая особенность, как прописывать эмоциональные мелодии – это вот... Например, можно построить обычный минорный аккорд. Ну да, звучит неплохо, но если мы поднимем вторую и третью ноту на одну ступень, то мы получим более эмоциональный аккорд. Растянем его на два такта и будем прописывать ноты сверху. Дублируем и во второй половине изменим второй аккорд, опустив его на одну ступень ниже. И еще я опущу вот эту ноту для разнообразия. Все, рисунок готов. Теперь я изменю Velocity вот таким образом. Выделю верхние ноты, рандомизирую их заранее. И теперь весь паттер рандомизирую. И давайте пропишем второй инструмент. Это скрипкой все из того же Labs. И она будет повторять те же аккорды, только верхнюю ноту я подниму еще на октаву вверх, а нижнюю на октаву вниз. Эти две ноты сокращу. Продублирую. И вот здесь я добавлю еще одну ноту, которую подниму на октаву вверх. И вот потому что она так высоко, создается еще дополнительный эмоционал и такая душевность мелодии. Редактируем Velocity. Вот таким образом. И рандомизируем. Все, и теперь будем прописывать главную мелодию. Alice's Case. Дублируем. И вот эти ноты поднимем на 5 полутону вверх. Продлеваем их. Ctrl-L. И рандомизируем Velocity. И последний инструмент. Это те же Alice's Case. Тоже главная мелодия, просто немного другой паттерн. Поэтому предыдущий мы выключаем и прописываем. Идем кругом. Идем. 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 Faster. Идем. Субтитры создавал DimaTorzok Продлеваем, Ctrl-L И самая главная фишка этого паттерна заключается в том, что мы не совсем обычным образом будем редактировать Velocity Для начала мы его рандомизируем В каждом втором такте мы будем понижать Velocity, то есть грубо говоря будем делать эффект дилея Субтитры создавал DimaTorzok Все, мелодия готова Включаем все инструменты И сейчас я буду делать аранжировку, а вы уже увидите итоговый результат И вот такая аранжировка у меня получилась То есть сначала идет просто подложка Далее вступаю в скрипки И первый паттерн главной мелодии Далее меняется просто главная мелодия И в конце вот такие два паттерна И в конце я сделал вот такую интересную штуку, чтобы она заканчивалась, как бы уходя в тонику, в первый аккорд мелодии Вот, а этот пустой паттерн это просто чтобы мелодия сразу не заканчивалась По обработкам ничего особенного Эквалайзер, Fruity Convolver Это импульсный ревербератор Здесь эквалайзер, дилей, ревер На скрипках эквалайзер Ревер И на второй основной мелодии вот такой эквалайзер И опять-таки Convolver С мелодией покончено И теперь надо бы накинуть драмку И давайте сделаем это, но необычным способом В общем я решил сделать коллабы с подписчиками Да, будет три участника И давайте же посмотрим, что из этого вышло Поехали! Итак, первый участник Олег Делает биты он примерно год Он сам мне написал насчет коллаба Под предлогом того, что хочет попробовать новый звук Что ж, оправдано И давайте посмотрим, что он сделал Как по мне, слишком накачанный низ То есть, как-то слишком много баса И мелодия сама не особо высокая, да, так скажем Так он еще в начале халфтайм накинул Что вообще в кашу превратило А когда без халфтайма она вниз, по-моему, на октаву запичена Ну, верхушки вообще нет Ну, нормально в общем Второй участник Илья Делает биты примерно год Он тут скидывал какой-то трек, который похож на мою мелодию И давайте сразу послушаем, что он мне прислал Субтитры сделал DimaTorzok И, наконец, третий участник Игорь Игорь делает биты уже три года Но иногда забивал Но теперь делает биты регулярно И давайте же послушаем, что он прислал Игорь Очень грамотная, отличная работа Ну и, конечно же, напоследок давайте послушаем, что я сделал с этой мелодией Игорь Ну, как-то так Ну вот и все, друзья Пишите в комментарии, чья версия вам понравилась больше всего Пишите, понравилась ли вам вообще тема с коллабами Может, будем продолжать И не забывая тему нашего сегодняшнего ролика Грустная мелодия Я вам сегодня показал Я вам сегодня показал несколько фишек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!